Главное, во время рыбалки не думать о... дамах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В предыдущем выпуске диалогов благодаря пермским рыболовам съемочная группа оказалась на одной из рек Северного Урала. Целью экспедиции была охота на трофейного европейского хариуса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но не только рыба заставляет людей с удочкой забираться в глушь уральской тайги. Красота природы и лесные богатства всегда делают такие поездки незабываемыми. Вот они, дары таежной природы. Чуть глубже в лес, вот чернику нашел. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В силу того, что настоящие рыболовы и путешественники стараются на природе не употреблять пищу из супермаркета, то и шуток с продуванием макарон у них не бывает. Соли. Я не смогу, я не мерзкий. Но я тебе посолю. Зато они могут накормить сырыми грибами представителя асфальтовой цивилизации. На тебе вот просто небольшой кусочек. Я говорю, попробуй. Дабы приобщить его к природе и проверить на прочность систему пищеварения. На всякий случай. Пожуй. Пахнет только солью, честно говоря. Вкус почувствуй. Да, чувствую, как черви расползлись. В общем-то, ничего. У него вкус грибной. Узнав массу интересного от Леонида Андреевича про дары природы, как они добываются и используются, Валера выяснил, что за это положено кого-то благодарить. Это Козьма и Демьян. Это какие-то святые? Это два святых. И что нужно сделать для того, чтобы они были благосклонны? Обычно. Что сам кушаешь, то и им. Давайте это сделаем для того, чтобы у нас все получилось. Давайте. На самом деле, подобные традиции существуют у многих народов и во многих регионах. Особенно там, где люди живут постоянно в контакте с природой, постоянно пользуются этими дарами. И некая благодарность создает ауру вокруг человека, которая не отпугивает животных и рыбу в том числе. Либо осталось... Ну, я так думаю. То ли Козьме и Демьяну не понравились подношения рыбаков, то ли святые были благосклонны только к Андреевичу. Но рыболовная удача пока не спешила порадовать соискателей. Рыба клевала из рук вон плохо. Да и тот хариус, что ловился, не блистал размерами. В такой ситуации пытливые нахлыстовики склонны вдаваться в глубокомысленные рассуждения о проблеме песклевья с целью ее понимания и последующего преодоления. Большой активности хариуса не видно, не плещется ничего. И даже насекомые, которые попадают на поверхности и там барахтаются, он их не ест почему-то. В общем, все как бы хорошо. Погода замечательная, пасмурно, нет яркого солнца. Ветра сильного нет. Идите лучше на рюмку кофе. Что? Идите лучше на рюмку кофе. На рюмку кофе? Приглашаете? На хлыстовики в большей своей части народ общительный и веселый. А уж говорить о нехорошем поведении рыбы, снастях и мушках они могут бесконечно и с удовольствием. День добрый. Правда, приверженцы летней мормышки, поролоновых рыбок, да и прочие рыболовы в этом отношении от нахлыстовиков не отличаются. Как с утра ловилось? Как бы не очень, но поклевает мелочь-то. Особо крупных нет, но будем надеяться. Что выделяет поклонников нахлыста из общей массы рыболовок, так это особое отношение к искусственным приманкам, мушкам. Делают они их сами с помощью особых приспособлений и материалов, разнообразие которых не поддается описанию. А это как бы от ежика, что ли, да? Нет, это олень. Борода подойдешь? А мы мечтали, да, вот, трели, да? Хорошая борода. Я могу отрезать, что-то. Ну, понимаешь, обычно делается не из этого места. Вязание мушек – единственная область, которая во всем рыболовном мире считается настоящим искусством. Как и в любом искусстве, тут есть свои направления. Одно из них называется суперреалистик. Смысл его прост. Мушка должна быть максимально похожа на реальный прототип. Редактор субтитров А.Семкин И хотя для ловли рыбы абсолютная точность имитации не требуется, в мире существует большое количество людей, которые создают или пытаются создать свой маленький шедевр. Вот мушка. Самодельная, что ли? Да, кручила. Да ладно самодельная. Серьезно? Не похоже. Он даже шевелится, по-моему. Это так связано. Вот, он растопырил их. Вот, по-моему, глумятся. Ой, нет, правда, я думал, сделали. Вот она получилась. Капец, ну... Любопытно, что в отличие от людей, рыба клюет на мушки, порой совсем не похожие на насекомых. По крайней мере, не похожие на взгляд человека. А на самые маленькие приманки порой ловится самый крупный хариус. Покажите, пожалуйста. Во, вот такая. Да ладно? Ну, редко. Да ладно? Ну, кто умеет? Ну, покажите. Чего? Вот такая. Рыбу покажите. Руками-то все разводить умеют. Вот там рыба. Рыба есть, да? Есть. Надо уметь ловить. Надо уметь ловить. А на что поймался-то? На мушку. Обычная мушка. Почему обычная? Разная. Меняешь, 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 подбираешь. Одинаково, да? Да. Все-таки бывает такая рыба. Ну, бывает и крупнее. Если говорить о крупности хариуса, то рыба эта редко достигает многокилограммовых отметок. Известный рыбоописатель Леонид Павлович Сабанеев говорил, что полукилограммовый хариус уже считается большим. Видимо, с хариусами ему как-то не везло. Современная их теология утверждает, что европейский хариус может достигать веса в 2,5 килограмма. Рыбацкая молва повествует о хариусах весом в 3 и даже 5 килограммов. Считается, что размер рыбы зависит от размеров водоема, величины рыболовного пресса и кормовой базы. Это личинка подемки. Но они мелкие еще, они бывают покрупнее, такие более крупные. В общем, один из основных кормовых объектов хариуса. Основной пищей европейского хариуса является всевозможная живность, обитающая на дне рек. Как правило, это различные личинки насекомых, такие как ручейники, подемки, веснянки и многие другие. Умение разбираться в особенностях энтомологии для нахлыстовой ловли весьма полезный навык. А вот это вот гидропсихида. Это личинка ручейника свободноживущая, то есть есть в домиках, а это без домика. Они хищники. Это маленькие, они бывают покрупнее. Бывают годы, когда их очень много. Даже не годы, а сезон, ну там в какой-то месяц их становится очень много. И хариус их поедает очень большим удовольствием. Понимание, чем питается хариус в данный конкретный момент, позволяет рыболову быстро сориентироваться в ситуации и подобрать подходящую мушку. Как говорится, найдите. Ну да, это покрупнее. Они на самом деле бывают достаточно крупненькие. Ну вот. Похоже вообще. Вот такая вот имитация. Иногда хариус может питаться только одним, конкретным видом насекомого или его личинкой. Происходит это в момент массового вылета. При этом понять, что ест рыба, в каком горизонте воды и в какое время суток, удается не сразу. Решить эту задачу помогает один способ. Правда, при этом есть обязательное условие. Поймать хотя бы одного хариуса. А на что взял, Слав? Ну, такой же, знаешь, это бусинца, красный кофе. Вообще говорят, что можно понять, на что лучше ловить хариуса, потому что найдется у него в желудке. То есть, что он ест. Вот мы сейчас давайте тогда поглядим. Так, аккуратно, аккуратно. Здравствуйте, в эфире передача «Юный анатомик». Итак, вот это содержимое, собственно, хариуса. А где что-то? А, вот он, наверное, такой большой. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Песой. О! Что у нас здесь? Оса. Оса. И здесь остатки, видать, ручейничек. Скрыл следующего хариуса и увидел в нем в желудке гусеницу. Здесь ураган проходил, повалило много деревьев, некоторые просто наклонились. И мы вот ловили как раз возле одного из таких мест с наклоненным деревом. И, видимо, оттуда гусеница-то и грохнулась. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Несмотря на то, что хариус – рыба донная, смотрит он и на поверхность воды. По крайней мере, одним глазом точно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Неводные насекомые действительно попадают в реку, падая с береговой растительности из-за ветра, дождя и просто по собственной халатности. Иногда количество насекомых одного вида может сильно превышать других. И рыболов, определивший, чью имитацию надо привязывать к леске, выигрывает джекпот. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты должен уже в луне записывать, то что, как ему двигаться. Грамм 600. Видишь, я когда-нибудь таких. Хариус вполне хороший. Мой учитель поймал. Грамм, наверное, 700. Учись, Валера. У тебя все гримписовскими делами занимаешься. Но рыбки жареные. Ты же ее кушаешь? Уху кушаешь. А рыбу отпускаешь. Давай. Ну, по-моему, гримпит. Видел поклевку? Не видел поклевку? Не видел поклевку? Не снял? Не знаю. У меня включена была камера. Может быть, и снял. Ты поклевочка такая. Вообще волшебная. Дабл. Да, ну размер, конечно. Небольшое, но что делать? С чего-то начать. Уже повыше, да. Мастерство прям с каждым разом растет. Леонид Андреевич, а она по верху чуть идет? Ну вот, хариус-то. Или все-таки к глубине ближе? К глубине ближе. Клубине ближе. А, клюнул? Да нет. Просто такой сжений. А, клюнул! Кажись. А, тебя зацепили? Да. А я думаю, что что-то там есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вроде нахвост-нахвост, а Андреич на червях с поплавком больше всех ходит. Тайну, может, какую-то знаю. Хитрость. Но он говорит, что главное во время рыбалки не думать о дамах. О всем остальном можно думать. И он думал. Вот только начнешь думать о женщинах, все. Руба. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Действительно, Леонид Андреевич прекрасно обходится без нахлоста и других заморских штучек. Видавшие виды удилища, толстая леска, банальный червяк или простые грубые мушки. Да еще крупный поплавок. Вот и вся снасть, называемая тут закидухой. И ловит он порой побольше, чем приезжие нахвостовики. Да и хариус ему попадается покрупней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возникает резонный вопрос. От чего голову морочить этим нахлостом? Но тут не надо забывать вот о чем. Если ловля нахлостом можно научиться за какое-то время, то чтобы ловить, как Андреевич, надо на этой реке родиться, вырасти и дожить до таких же сединок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нитки и волос. Обычные медвежи. От белых до черных. Смотри, какая муха подбирать под муху. Какая муха плывет. На то всех стараясь. Мушку верь. Помимо опыта, который приходит с годами, необходимо иметь базовые знания, уметь читать реку и знать повадки и особенности поведения хариуса. Именно в этом заключается главная рыболовная тайна. Если нахлостовик ее знает, то без рыбы он никогда не останется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хариус предпочитает чистые, горные, холодные реки. Основой его жизни является кислород, растворенный в воде. Чем холоднее вода и чем скорость течения выше, тем больше кислорода. Если что-то меняется в кислородном балансе, то хариус перемещается туда, где ему более комфортно. Следовательно, там и должен искать его рыболов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рельеф дна тоже имеет значение. Но, как показывает практика, не основное. Тем не менее, подводные камни, скальные выступы, любые другие укрытия и перепады глубин всегда привлекают хариуса. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ай-яй-яй, подожди, отпускаю. Не мучай себя. Плыви. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В этом районе мы ловили хариуса на 350 лет 15 назад. Хариусы такого размера не часто попадаются в уловах уральских рыболовов. С уверенностью можно сказать, что Валере такого не доведется поймать еще как минимум лет 10. Поэтому сфотографироваться с чужим трофеем, поэтому сфотографироваться с чужим трофеем в такой ситуации совершенно не зазорно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что может быть лучше возвращение возвращение с рыбалки с добычей, который можно поразить не только своего кота и тещу, но и товарищей, понимающих толп в рыбной ловле? Что может быть лучше хорошей погоды на реке, когда возвращаешься с такой рыбалки? Что? Ничего! Так думали рыболовы, глядя на проплывающую мимо красоту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Состояние эйфории закончилось вместе с бензином. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Происходят такие вещи часто по двум причинам. Первая – по неопытности и разгильдяйству. Вторая – в пылу рыболовного азарта. Если в первом случае сей факт вызывает обидное чувство досады, то во втором воспринимается как легкое приключение, дарующее возможность неспеша насладиться последними минутами уходящего дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Местные гурманы считают это одним из самых вкусных способов приготовления хариуса. Кипяченый хариус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подготовили. Будем ждать. Некоторое время. В принципе, должно быстро все это сделаться. Мясо нежное. Вот. Перевернем. Ладно, черт. О! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если палочка проходит легко, значит, рыба готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо же попробовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай поедем. Вау! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»